В своем прошлом инвестиционном блоге я начал с того, что осенью на бирже станет интересно. И вот похоже, похоже, потому что одной недели недостаточно, чтобы вынести окончательный вердикт. Вот это самое станет интересно, начинает реализовываться. Фондовый рынок дал опять существенный сигнал на понижение. Индекс S&P 500 закрыл неделю на уровне 4457 пунктов. Опять так ощутимо меньше уровня в 4500, в котором он вышел на августовская плата, вернее даже на августовский маковик, о котором мы говорили. И сегодня есть основания полагать, что то понижение, о котором мы говорим и так настойчиво о сентябрьском и октябрьском понижении, вполне возможно уже началось. В этом случае, правда, будет обидно, потому что в моей практике последних лет уже был случай, это был 8, если я ошибаюсь, января 2020 года, когда я спрогнозировал понижение на рынке и проблемы. Но ожидал, что еще месяц рынок поработает и вот этот эффект жадности, когда думаешь, наверное, через пару-тройку недель пора будет фиксировать некоторые позиции. Сработал очень плохо, потому что прогноз оказался верным всего лишь на 2-3 недели раньше, чем ожидалось. Возможно, в сентябре повторяется в микроскопическом таком исполнении та же история. Опять же, повторюсь, нужно еще 1-2 недели, чтобы вынести окончательный верлик. Но, помимо, собственно, понижения, на которое при других, прочих равных, можно было бы не обращать внимания, на мой взгляд, сегодня на рынке идут тревожные сигналы от трех основных индикаторов, по которым я делаю для себя традиционную триангуляцию ситуации на фондовом рынке. Верно-неверно, это другой вопрос, но давайте поговорим об этих сигналах. Первое, это индекс доллара. Индекс доллара поднялся опять на высоту, на которой можно опять назвать точкой замерзания фондового рынка 105 пунктов и выше. Что называется, пациент при таком индексе доллара нормально жить не может. И это, конечно, весьма тревожный сигнал, что несмотря на то, что ФРС не повышает сейчас ставки, и вполне возможно, что в сентябре, 20 сентября, примет решение оставить ставку как есть, Сумма денежных кредитных политик в мире такова, что подталкивает доллар наверх. Если индекс доллара останется на достаточно долгий период, ну, имеется в виду недели, некоторые, одна-две, вот на этом уровне, то, конечно, фондовому рынку ничего не светит. Это неприятный сигнал. И, напротив, повторю, индекс доллара, опустившийся до 102 пунктов, это мощнейший триггер для продолжения подъема на фондовом рынке в этом году. Резюме по первому индикатору. Если доллар будет дорожать, то, конечно, это будет толкать фондовый рынок вниз вкупе с другими факторами. Второй относительно тревожный индикатор – это золото. Золото закрыло неделю на уровне 1942 доллара за унцию. Это не самый тревожный уровень, это не 1970 или 80, но, как было в старом мультфильме, меня не слышат, это минус, но я не говорю, нет, это плюс. Здесь вот переначиваем, можно сказать, но и не тот уровень, на котором можно расслабиться. К тому же дело, наверное, даже не в номинальной фиксации цен на золото на бирже в данный момент, а вот что происходит с золотом вокруг рынка. Поступила информация, что доля золота в инвестициях достигла в эти дни максимальные значения за последние 11 лет. И прежде всего покупателями, по-прежнему основными покупателями золота остаются центральные банки. Об этом говорится в исследовании JP Morgan Chase. Соответственно, это сигнал не самый приятный, хотя, казалось бы, он немножко вне рыночной, ведь покупатели центробанки, а не сами инвесторы. Но, тем не менее, это не слишком приятный сигнал для всего рынка, который может оглядываться на позицию центробанков и думать, что, опять же, процитирую мультфильм, это жу не случайно. Но по этому сигналу не все так однозначно, потому что одновременно поступили свежие данные от Всемирного совета по золоту за второй квартал этого года. И там как раз уже есть сигналы о том, что темпы закупок золота центробанками все-таки нормализуются. Аналитики JP Morgan, которые немножко дернули тревожный колокольчик по поводу закупок золота, считают, что вот эта нормализация, это история достаточно временная и конкретно вызвана одним центробанком мира, Турции, который резко уменьшил закупки драгоценных металлов. Но в любом случае они призывают пока не делать окончательные выводы, и с этим можно согласиться. Но в любом случае динамика работы центробанков с золотом в третьем квартале либо усилит этот косвенный тревожный сигнал, либо наоборот успокоит и выяснится, что действительно нормализация темпов покупки золота произошла. Будем смотреть за этой ситуацией хотя бы в полуглаза, потому что я не считаю этот фактор, конечно, принципиально значимым для фондового рынка. И повторю то, о чем напоминают аналитики, о том, что традиционно повышение реальной доходности десятилетних трежерейцев хотя бы на один процентный пункт традиционно приводило к снижению цен на золото на ровно 224 доллара за унцию. То есть это статистика, подтвержденная годами. А в прошлом году вот такой обратной корреляции не произошло. И это как раз-таки еще несколько капель в ту же вот бочку соображений, почему золото остается все-таки тревожным сигналом. И последний тревожный сигнал – это нефть. Нефть достигла 90 долларов за баррель марки Брэн. Я, честно говоря, и, собственно, наши зрители это помнят, я ожидал, что все лето нефть будет колебаться в коридоре 70-80. И вот только к концу осени он говорил о том, что может уйти в диапазон 80-90. Так и было поначалу, но затем мой прогноз как бы был то ли нарушен, то ли, можно сказать, исполнен досрочно. Потому что со второй половины лета нефть уже ушла из коридора 70-80 долларов за баррель в коридор 80-90. А 90 достигла просто-таки на старте осени. А с учетом отопительного сезона, с учетом возможных неплохих показателей по мировой экономике, и с учетом того, что до сих пор в ОПЕК не улеглись какие-то страсти, часть из которых чувствуется, но остаются для нас за закрытыми дверями, это просто чувствуется, что называется, видно невооруженным глазом. Вот с учетом всех этих моментов нефть, конечно же, может уйти и выше теперь 90 долларов за баррель. И даже если мы, повторю вторую мысль, никак не связаны с нефтью, даже с акциями нефтеперерабатывающих компаний, это будет в любом случае означать усиление факторов, способствующих как минимум непонижению мировой инфляции. А так как темпы понижения или непонижения мировой инфляции являются сегодня определяющими для денежно-кредитной политики, а она, в свою очередь, является определяющей во многом для состояния фондового рынка, то, конечно, подорожание нефти это тоже, в общем, нехороший тревожный сигнал. Чистая, скажем так, макроэкономика, в общем, тоже дает в эти дни не слишком авральные, но достаточно тревожные сигналы. Один сигнал – это инверсия, но инверсия, которой уже два года, когда то, что хорошо, превращается в то, что плохо. А именно, количество заявок на пособия по безработице в Соединенных Штатах в очередной раз снизилось. И на этот раз снизилось резко. Речь идет о традиционных данных, которые публикуются в четверг, вот в частности, в прошлый четверг. И что мы увидели? Что первичные заявки, а это главный показатель, все-таки не повторный, а первичный, число первичных заявок сократилось до 216 тысяч за неделю. Неделей ранее было 229 тысяч заявок. Эту информацию выдало Министерство труда США. И с учетом, что аналитики ожидали даже небольшой рост заявок до 234, вот это снижение действительно резкое. Это не просто там недельная какая-то позитивная флуктуация. Почему это плохо, тоже всем известно. Потому что если по каким-то другим причинам, уже не связанным с рынком труда, ФРС все-таки решит, что на 0,25 еще стоит подернуть ставку, а тогда и индекс доллара подрастет выше, и фондовый рынок замерзнет еще сильнее, то у ФРС, вот оглядываясь на такую статистику по рынку труда, по-прежнему есть все основания. Но понятно, что куда более важным будет отчетность следующего четверга, когда будет выдана на гора очередная цифра по заявкам на пособие по безработице, потому что именно она будет последней перед принятием решения поставки ФРС, которая, напомню, состоится 20 сентября. Еще один такой неприятный сигнал, он уже не собственно экономический, а околоэкономический, но это традиционный сигнал, бывает эта история, это опять угроза остановки работы правительства США. Что имеется в виду? Имеется в виду, что превышены определенные бюджетные лимиты, и, как всегда в таких ситуациях, правительство либо выносит в Конгресс определенные решения, которые само принять не может, либо говорит, что вот по такой-то, по такой-то и по такой-то программе социально-экономическое, любое другое финансирование и работа прекращается. Конечно, с одной стороны, к этой угрозе рынок уже привык, а с другой стороны, в каждом конкретном моменте, когда возникает такой легкий стопор, у инвесторов аппетиты к покупкам, конечно же, снижаются. И хотя все понимают, что в Конгрессе будет достигнуто некое соглашение, на всякий случай притормаживают свои аппетиты к покупкам, свои инвестиции. Кто-то выходит в кэш, кто-то просто останавливается. Поэтому пока этот вопрос не будет решен, для фондного рынка с этой стороны хороших сигналов не последует. И тут есть одна маленькая проблема. Дело в том, что как раз-таки вот этот срок финансирования правительственных программ, по которым, если Конгресс не примет дополнительных решений, может быть остановлена работа правительства, этот срок истекает не в ближайшие дни, а 30 сентября. А это значит, что этот негативный фактор угрозы остановки правительства, если опять в Конгрессе будет долгий торг между демократами и республиканцами, затянется как минимум на две недели. Будем смотреть и за этой ситуацией. Еще один тревожный сигнал со стороны макроэкономики, он достаточно привычный. Это опять сигнал из Китая, потому что данные по экспорту, а понятно, что для Китая это один из главных показателей экономической динамики, данные по экспорту за август, которые поступили в начале сентября, показывают снижение на 8,8%. Это, конечно, тоже не радует. Другое дело, что у негативного китайского фактора, который уже несколько недель, а то и месяцев влияет на охлаждение фондового рынка, есть, конечно, и некоторые позитивные проглески. Во-первых, по предварительным данным, объемы закупки Китаем нефти немного в августе все-таки восстановились. А во-вторых, это ситуация с компанией Evergrande, которая давний кандидат в банкротство, и не просто в банкротство, а в банкротство в виде камушка, того самого пресловутого камушка, который тянет за собой лавину. Правда, Evergrande это не камушек, это целая скала, которая может обрушить рынок недвижимости и экономику Китая. Но эту версию, которая уже два года на рынке обсуждается, все помнят и так далее. Но акции Evergrande на прошлой неделе весьма значительно выросли. И поспособствовала этой истории то, что другие участники рынка недвижимости, тоже, в общем, кандидаты на притмерти, все-таки смогли вывернуться. В частности, компания Country Garden избежала ожидаемого, как минимум, технического дефолта и сумела выплатить все положенное по своим облигациям. И акции этой компании, еще акции одной компании, которая также входит в число значимых, за которым мир тревожно наблюдал, на рынке недвижимости Китая, это Logan Group. На прошлой неделе выросли более чем на 25% каждая. Индекс недвижимости, китайский индекс недвижимости, слегка подрос. И вот этот момент хотя бы немножко успокаивает поток негативной информации по китайской экономике. Ну и, пожалуй, такой приятный момент, вот тот как бы недостатки Китая, централизация управления иногда оборачивается достоинствами, то, что китайская власть может довольно решительными и впечатляющими шагами поддерживать свою экономику. И одной из такой информации стало сообщение о том, что китайские власти создают государственный фонд на неслабую сумму в 40 миллиардов долларов для стимулирования национального производства чипов. Напомню, что в прошлом блоге я упомянул историю вокруг нового смартфона от компании Huawei, в котором предполагают, что стоит уже чисто китайский, с учетом американских ограничений, чип 5G. И вот это все хорошая история. В любом случае, даже если чип там не стоит, то, конечно, Пекин официальный продемонстрировал решительность в деле развития собственной чиповой индустрии. И это может быть хорошим допингом для китайской экономики, несмотря на общее замедление и на проблемы на рынке недвижимости. Из негатива также европейского, но, правда, ожидаемого, это то, что объемы промышленного производства в Германии продолжают сокращаться. Тут вот все в соответствии с нашим давним прогнозом о том, что Германия может пасть в рецессию, но Евросоюз пройдет рецессию на тоненького. Роль Германии в общем объеме евросоюзовской экономики все-таки уменьшается. И, как я давно уже говорю, я предполагаю, что на наших глазах исторически относительно скоро произойдет смена майки лидера германской экономики на французской с точки зрения доли в общей европейской экономике. Вот такие сигналы по рынку. Перед тем, как говорить об отдельных эмитентах, традиционные результаты инвестиционных портфелей финверсия на сегодня. Мой личный портфель в долларах дает с начала года 13,9%. Это, напомню, понятное для того, кто смотрит первый раз неплохо, но напомню, что полтора месяца назад, например, он давал более 15%, поэтому вот этот легкий спад и боковик августа, и легкий спад в начале сентября на нем все-таки отразился. Портфель финверсия инвест также в долларах дает с начала года чуть более 13%, здесь спад чуть поменьше, чем в личном портфеле. Портфель финверсия инвест на платформе Камон, открытой для копирования квалифицированными инвесторами, дает на данный момент 64,3%, но это в рублях. В пересчете на долларовую доходность она становится примерно в 4 раза меньше. Неплохая доходность для достаточно проблемного года, но, тем не менее, и она, конечно, за счет снижения рынка чуть снизилась по сравнению с пиковой. Пиковая была 24% в долларах с начала года и около 75% в рублях. И портфель финверсия инвест Россия практически вот с новой точки отсчета буквально несколько дней назад в формате публичной стратегии выведен на платформе Камон, и там статистика так устроена, что отсчет пошел вот заново, поэтому она стоит в районе нуля. Что касается моего единственного, пока единственного, вне биржевого портфеля, что касается моего единственного, пока единственного, вне биржевого портфеля, это инвестиции на платформе Jetland, они дают на данный момент 26,9%. Кстати, давали некоторое время назад 27 с небольшим хвостиком, дефолт у одного из заемщиков, прибыльность упала почти на процент, и вот большей частью своей восстановилась. Нормальная история для любой крауд-платформы. Я по-прежнему должен напомнить, что я полагаю, что крауд-инвестиции на сегодняшний момент это хорошая не альтернатива, а прекрасное дополнение для инвестиций биржевых. И является очень удобным, потому что дистанционно открывается все, и высочайшая диверсификация выданных из этих инвестиций займов в малому и среднему бизнесу, я думаю, что это очень удобная альтернатива, тем более для тех, кто хочет только попробовать с малой суммой инвестиций. И здесь начинаются, если вы хотите, например, пойти в формат автоинвестирования, как это сделал я, начинаются от 2000 рублей. Бонусная ссылка для наших зрителей по соглашению с компанией Jetland предоставляется она в описании под этим видео. Ну и, как всегда, не устаю повторять, пожалуйста, делитесь реально своими впечатлениями, плюсами и минусами, если вы тоже пробуете этот инновационный вид инвестиций. Немного о российском рынке. Индекс МАЭКС закрыл неделю на уровне 3142 пункта. Это, в общем, для сегодняшнего проблемного состояния, вообще смутного состояния, что будет завтра российской экономики, это, конечно, по-прежнему отличный вариант. То есть российский фондовый рынок, хотя вслед за глобальным, мировым, тоже дал сигнал на легкое понижение. Другое дело, что мы на российском рынке такие приключения видели, что то, что немцу смерть, как известно, русскому бане для нашего российского индекса. Это не очень серьезно. Но в любом случае, вот этот сигнал дан. И я думаю, что здесь, как это ни странно в нынешней ситуации, динамика на российском фондовом рынке будет в ближайшее время весьма схожей с общей мировой динамикой. На рынке ничего не изменилось. Довольно-таки тихая история. И, пожалуй, только на два момента корпоративных можно обратить внимание. Это на сплит акции норильского никеля. Это, конечно, хорошая история, может быть, и поддерживающая интерес к бумагам этого эмитента. Лично я подумываю купить, пока в портфеле меня никеля нет. И история Лукойла, который выкупает с дисконтом 25% своих акций, принадлежащих иностранным акционерам. Зная качество управления, корпоративного управления в Лукойле, могу лишь сказать, что, скорее всего, эта история пойдет на пользу Лукойлу. И с уверенностью я даже докупил эти акции, несмотря на то, что они дают сногсшибательную прибыль, после которой нормальный человек точно увеличивает позицию. Я думаю, что у Лукойла симпатичные перспективы. Ну и по-прежнему такими новостным фонам или рябью на воде российского фондового рынка, довольно тихой воде на сегодня, возникают всякие истории с акциями второго и третьего эшелона. Очень много соблазнов вокруг этих акций, потому что иногда они дают сногсшибательные подъемы. Моя позиция по-прежнему первая. Не очень поддаваться этой истории. В частности, отсюда все эти осколки в виде энергетических компаний от РАО и ЕС. А второй момент. Если уж вы хотите поиграть в эту игру, то относитесь к ней исключительно как трейдер. Причем иногда интродэевский трейдер, а не как инвестор. Ну и по-прежнему висит в воздухе вопрос о разблокировке. На эту тему мы выпускали специальное видео. Оно, к сожалению, было из серии, что не все так хорошо, как в газетных заголовках, или куча видеоматериалов появилась в Рунете, в Ютубе. По поводу разблокировки, что речь идет всего лишь о подготовке нормативных документов, что это ничего не значит. И пока, к сожалению, это действительно так. Другое дело, что иногда в официальной или неофициальной прессе нас пытаются так обрадовать. Вот в частности появилась такая публикация. Европа начала разблокировать счета россиян. И как в предыдущем таком же сообщении, примерно 2-3 недели назад, заходим внутрь и узнаем, что некое отдельное одно частное лицо из России, причем не имеющее ВНЖ в Европе, сумел добиться от Евроклира разблокировки своих акций и перевода их куда-то там. Я думаю, что в этих публикациях всегда остается место такой скептической усмешки, потому что, в отличие от предыдущей, в этой публикации не указано, каков капитал этого неведомого единственного россиянина и каковы его затраты на европейские адвокатские конторы, которые сумели добиться этой разблокировки. Так что подобные радостные заголовки для нас пока в основном ни о чем. По крайней мере, для большей части российских инвесторов. Теперь немного об эмитентах. В прошлом блоге я говорил о нескольких любопытных отчетах, хотя понятно, что сезон на отчетности прошел, и отчеты уходят на второй план на фоне денежно-кредитной политики, заявлений регуляторов и макроэкономических историй. Но, тем не менее, отчет Крогер, который я ожидал, все-таки, к сожалению, оказался не слишком позитивным, потому что компания Крогер прогнозирует снижение объемов продаж. Я по-прежнему держу эту компанию в своих портфелях. Они зелененькие, хорошенькие. Уверен, что у Крогера впереди хорошие перспективы. Но, возможно, для тех, кто не входил в эту компанию, эта возможность сейчас как раз купить акции Крогер достаточно дешево. Если вы, в принципе, разделяете мою убежденность, то у Крогера перспективы интересные. 11 сентября выходит отчет Oracle, а 14 сентября выходит отчет Adobe. И обе эти компании, вот по формуле поэт в России больше, чем поэт эмитент, некоторые эмитенты в Америке больше, чем эмитенты, конечно же, повлияют на общий настрой инвесторов, хотя бы по технической, скажем так, технологической части фондового рынка. Так что даже если у вас нет этих бумаг, я купил и то, и другое, я думаю, что эти отчеты на рынок немного, но повлияют. Вот, пожалуй, и все по отчетности, потому что все остальное, на мой взгляд, на ближайшие недели и даже, пожалуй, на ближайших двух неделях на рынок принципиально влиять не будет. И напоследок об экономической статистике, которая выйдет на новые недели, на которую, на мой взгляд, стоит обратить внимание. В понедельник, 11 сентября, в США выпускают отчет по ожидаемой потребительской инфляции. Это, конечно, не инфляционная статистика, но, тем не менее, вещь, которой рынок достаточно чувствительный. Кстати, вот об инфляционной статистике. В Германии, хоть и очень плохие данные по динамике промышленного производства, однако, в общем, очень неплохая картинка по инфляции. В августе немецкая инфляция замедлила рост до 6,4%. Правда, все, что сейчас выше 5%, это уже не радость, как в те дни, когда инфляция стояла на уровнях 8-10, а уже такая история, которая не способна подтолкнуть рынок. Но, тем не менее, на это тоже стоит обратить внимание. Во вторник, 12 сентября, в Германии и в Евросоюзе выходят индексы экономических настроений от Института ЗЕВ, а в США выходит вещь, на которую рынок однозначно обратит внимание. Это доклад Министерства сельского хозяйства. В среду, 13 сентября, такой немножко локальный момент на рынок, не особо влияющий. Это крупный блок экономической статистики по Британии, это динамика ВВП, это данные по объему промышленного производства, это отчет по сальдоторгового баланса. Ну, в общем, вот такая история. А в еврозоне куда значимая информация о изменениях в объеме промышленного производства. А вот четверг, 14 сентября, будет таким очень... Четверг вообще всегда традиционно насыщен страновой статистикой, но будет значимым днем, потому что Европейский Центробанк принимает решение по процентной ставке и проводит классическую пресс-конференцию по оглашению этого решения, на которую, конечно же, наверняка выставит Кристин Лагард, и ее заявление будет, как недавно заявление Пауэлла по политике ФРС, было знаковым на расчет осенней перспективы. И, конечно же, заявление Кристины Лагарда о ее взглядах на возможное движение денежно-кредитной политики в Европе будет тоже знаковым для всей перспективы осени. И это повлияет на рынок. Если Лагард будет говорить о признаках потенциального, хотя бы на уровне намека, смягчения, это будет хорошая история для рынка. Ну и традиционно в четверг Банк России публикует данные о состоянии международных резервов, а в США также традиционно выходят данные по первичным и повторным заявкам на пособие по безработице. И вот они уже будут значимыми, потому что они будут последними перед принятием ФРС очередного решения поставки. Кроме того, в США выйдут базовый индекс розничных продаж и базовый индекс цен производителя. Это, понятно, тоже штрихи к портрету инфляции. И, наконец, в пятницу 15 сентября такой азиатский комок или блок статистики. Южная Корея выпускает сальдоторговый баланс и данные по объему экспорта и импорта. И, что куда важнее, Китай сообщает об изменениях в индексе цен на жилье, выпускает данные по объему промышленного производства, по уровню безработицы и по инвестициям в основной капитал. Ну а для российского рынка также пятница будет очень значимым днем, потому что Банк России будет озвучивать свое решение по процентной ставке. И мне кажется, здесь возможны, конечно, разные варианты, кроме варианта понижения. Но основной вариант мне кажется таким. Если задача укрепления, небольшого, правда, укрепления курса рубля стоит в качестве части задачи по сдерживанию хотя бы темпов инфляции, то повышение процентной ставки, ключевой ставки с 12 до 15 процентов это наиболее очевидное решение в следующую пятницу. Но если задача по укреплению курса рубля ограничивается его укреплением до уровней в районе 96-97 рублей за доллар, и если этот уровень достигается за счет того баланса покупок Минфином валюты или, наоборот, продажи Банком России валюты и того зазора между объемами покупок и продажей, о котором я недавно говорил во время прямого эфира, то есть задача решается без повышения процентной ставки, то, конечно, не исключено и решение по процентной ставке оставить все без изменений. Вот знаете, если бы хотелось бы дать яркий и однозначный прогноз, но если бы меня спросили, к какому варианту ты склоняешься, я бы затруднился ответить и посмотрел бы на динамику курса рубля как минимум понедельник, вторник, а может быть и в среду. Вот такие основные события с точки зрения макроэкономической статистики следующей недели, на которые, на мой взгляд, инвесторам стоит обратить внимание. Ну и по традиции с огромным удовольствием хотел бы привлечь ваше внимание к нескольким мероприятиям для частных инвесторов. Извиняюсь перед теми, кто уже это слышал. 5 октября в Казани, это кто любит такой полуделовой туризм, интересная конференция «Инвестиционный горизонт», это ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников. Еще раз напомню, это не только возможность побывать вживую на мероприятии и пообщаться не через экраны, не через публикации в интернете, но и вот обменяться мнениями, пожить в этой атмосфере. Там буду я, там будет Алексей Бочаров, там будет Игорь Файман, там, конечно же, будет огромное количество других любопытных экспертов. Я назвал, прежде всего, тех, кто часто выступает на нашем канале. Приезжайте, будем рады увидеться. Для тех, кто не любит ездить даже на такое недалекое расстояние, как Казань, два московских мероприятия. Например, 28 октября в Москве состоится традиционная конференция ресурса «Смарт-лаб». А во второй половине ноября состоится также в Москве форум «Инвестментс Лидерс». 20 октября мы с Игорем Файманом планируем впервые, после долгого перерыва, провести реальную встречу, такие инвестиционные посиделки. Но, к сожалению, сейчас пока не могу точно дать вам ссылку на регистрацию. Буквально в ближайшие дни мы решим организационный вопрос. Это будет симпатичный клуб, такой паб, который претендует на роль зарождающегося клуба московских инвесторов. О нем мы обязательно расскажем чуть позже. В инвестиционном клубе «Финверсия» ближайшие плановые разборы эмитентов в августе мы пропустили, потому что наш прогноз был боковик, и он, в общем, полностью сбылся. Пропустили разбор, мы не считали интересным что-либо докупать в августе. А теперь все-таки в бой, несмотря на то, что пока сбывается наш же прогноз на понижение. 12 и 20 сентября мы проведем разборы эмитентов, а 26 сентября внутри инвестиционного клуба «Финверсия» пройдет мой вебинар, вебинар громко звучит, ну просто вот встреча в прямом эфире для того, чтобы уточнить некоторые позиции, иначе может быть такое расхождение. Вы говорите о просадках, и в то же время разбираете эмитенты, принимаете решение о некоторых покупках. Вот что называется сферим до точности часы, как связано одно с другим, что покупать, и какие меры предосторожности предпринимать. Что касается биржевой среды, то 13 сентября моим гостем будет основатель компании «Винвестор» Роман Забродин. Это уже известный для инвестиционных советников сервис, но и для многих частных инвесторов. А 20 сентября директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков. Ну а с 27 сентября мы теперь ввели работу вместе с двумя экспертами от финансового брокера «Август». Алексей Бочаров и Игорь Исаев провели вот несколько таких видео-встреч по российскому рынку и решили, что пора переходить на формат прямого эфира в рамках биржевой среды. Почему прямого? Потому что возможность прямого общения со зрителями ваших вопросов или просто элементарных ваших заказов высказать свое мнение по тому или другому эмитенту или ситуации. Уверен, что это понравится нашим зрителям-инвесторам еще больше, чем прежде. Спасибо за внимание. В общем, осень будет действительно интересной и на рынке, и вокруг рынка. Оставайтесь с нами. Продолжение следует... Продолжение следует...